Всем привет, с вами Никс, мы сегодня с вами поговорим о новом VK-App, который вышел под iOS 7. Давайте-ка посмотрим, есть ли он на iPad. Как вы видите, пока он ещё не вышел на iPad. Тогда iPad мы убираем с вами в сторону и смотрим на iPhone 5, посмотрим, какой он всё-таки там стал. Сразу, естественно, видно то, что у него изменилась иконка, как вы видите, она стала немножко светлее. Сразу пишется, сколько у вас сообщений непрочитанных в роли того, что раньше этого не писалось. Раньше было, например, там за тысячу, больше, по-моему, тысячи, больше десяти тысяч уже ставились точки и не писалось подробное число сообщений. Значит, в новостях мы ничего не узнаём, ничего не видим интересного. В новостях это изменилось, видите, сама иконочка голубого цвета такого стала и сами текстурки изменились. Как вы видите, группы, всё, в общем-то, изменилось, 9 событий, добавление групп, как вы видите. И когда вот мы нажимаем теперь на нашу группу с вами Next.com, вы видите, у нас изменились лайки и репосты, они стали тоже более в голубизну. Как вы видите, вот я поставил лайк. И, в общем-то, больше ничего не изменилось. Сейчас давайте-ка посмотрим с вами какое-нибудь видео. Надеюсь, что хоть в них что-нибудь интересного сделали. Нет, почти всё так же осталось, только раньше было немножко в тёмном виде. Ну всё, хватит в данный момент видео, и мы, как видим, чтобы больше ничего не изменилось. Просто изменилась сама окантовка приложения. Стали, кстати, показываться сообщения, вот в данном в левом углу. Раньше не показывались сообщения, сколько у вас сообщений не прочитывали. Сейчас они стали показываться. Больше ничего не изменилось, так что, ребята, обновляйтесь и качайте тогда. Всё, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok